Всем привет, друзья! Я очень рад, что вы начали смотреть это видео. Поставьте ему лайк, чтобы его увидело как можно большее количество людей. И в этом видео я поставлю, расставлю все точки над «и» в таких вопросах, как «Нужно ли сыроеду принимать добавки?» Или «Достаточно», как некоторые говорят специалисты по «сыроеду» в кавычках, «Просто есть фрукты, и все будет ок». И сейчас я объясню всю эту кухню, как она выглядит изнутри. Нужно ли это делать или нет? Итак, погнали! Во-первых, с вероятностью 100%, когда ваш срок сыроедения превысит несколько лет, вы начнете принимать добавки. Каждому нужно будет принимать эти добавки по-разному. Почему их нужно принимать? Может быть, все действительно можно взять из фруктов, как говорят эти псевдогуру. Так вот, смотрите, давайте разберемся на примере одного. Просто возьмем пальцем в небо. Много есть микроэлементов, но мы возьмем только один. Я могу объяснить на примере любого из них. Возьмем, к примеру, цинк. Что мы знаем о цинке? Во-первых, у него очень много функций, но важная из них, которую мы сейчас рассмотрим, одна из важных, это производство тестостерона. То есть цинк является частью молекулы тестостерона. Таким образом, если сыроед не получает достаточное количество цинка, то он имеет следующие последствия. Низкая либидо, низкое желание что-либо делать, депрессивное состояние в связи с низким уровнем тестостерона. Если мы посмотрим, в каких растительных продуктах он находится, то мы увидим, что нужно, насколько я помню, примерно такая норма. Съедать порядка 150 граммов тыквенных семечек для того, чтобы пополнить его дефицит. Больше особо этого цинка нигде нет в сыроедных продуктах. Скажите мне, кто из сыроедов каждый день, без исключения, съедает по 150 грамм тыквенных семечек? Я думаю, что никто. Соответственно, откуда мы видим таких потухших сыроедов через несколько лет? Сначала у них все хорошо, они даже собирают тренинги, семинары, вебинары, да? В крупных городах ездят на гастроли. Но потом почему-то они все средне сходят по разным причинам. Так вот, причина здесь основная состоит в том, что большинству из них не хватает просто тупо микроэлементов. И они не признают их. Никак в этом не хотят признаться. Или не понимают этого, что с ними вообще происходит. Потому что недостаточно изучили данный вопрос. Я его изучал порядка 8 лет. И до сих пор еще изучаю. Это всего лишь один микроэлемент. Понимаете? Но вы скажете, как тогда все задумал Бог? Почему все так неправильно? Бог же не задумывал, чтобы мы должны принимать добавки. Да, действительно. И ситуация еще в следующем. Сейчас вот те фрукты, которые вы употребляете, фрукты, овощи, они все выращиваются в коммерческих целях. Почвы сейчас очень сильно истощены. Таким образом, никакого противоречия с божественным замыслом здесь нет. Это вот почему. Если бы все эти фрукты были полноценные, то, что написано у него в Википедии, ее состав, если бы он соблюдался, тогда бы не было никаких проблем. Но этого не происходит сейчас. То есть, если бы человек жил где-то на югах и употреблял разнообразный набор продуктов, то, конечно, цинка бы ему хватало. Но сейчас это далеко не так. То, что употребляет средний сыроед в России, это очень плачевно. Тем более, многие экономят. Поэтому у них со временем, не с разумом, со временем образуются очень опасные дефициты для здоровья. И сейчас я вижу даже, кто-то создает инстаграм-аккаунты, где выкладывают фотографии известных сыроедов, на которых без слез не взглянешь. Я видел уже где-то 4 аккаунта таких. И это действительно последствия вот этого неэффективного сыроедения, о котором я вам рассказывал. Поэтому будьте осторожны. Изучите этот вопрос. Ни в коем случае не начинайте сыроедить на фруктах. Сыроедение на фруктах в первые 3-4 года – это путь в пропасть. Смотрите мой ролик с соответствующим названием. Он или выйдет, или уже вышел. Посмотрите на канале. Я объясняю почему. Поэтому будьте благоразумны. Изучите данный вопрос очень глубоко. На этом нужно потратить очень много времени, если вы будете искать это в свободных источниках. Какие витамины нужны, какие не нужны, что с белками, что с жирами и так далее. Это все очень важно. Это все не просто так. Это все не абы как делается. Там очень много нюансов. И я очень рад, что вы посмотрели данное видео. Пожалуйста, поставьте ему лайк. Таким образом, YouTube покажет у гораздо большего количества людей. И многие избегут вот такой вот беды. В том числе у меня есть ролик «Разбор известной сыроедки со стажем». То же самое все. Поэтому однозначно добавки принимать нужно. Как их получить? У меня есть соответствующий курс важной добавки эффективного сыроеда. Кому интересно. Получить всю информацию сразу и быстро. Либо изучить данный вопрос самостоятельно. На сегодня у меня все. С вами был Денис Терентьев. До следующего интересного видео. Счастливо. Пока.